Три раза залили вот таким слоем и сетку поставили. Обратно, вот обратно, вот дала трещина вот так и вот так. Землетрясение амплитудой в 4,5 балла оставило без крови жителей 16 домов. Здесь, на склоне горы Таркетау, образовалась трещина протяженностью в 300 метров. Она проходит прямо под домами и оставляет за собой разрушительные последствия. Трещина растет, а вместе с ней масштабы разрушения. Аварийные дома пришлось покинуть. Жильцы остались на улице, так как находиться в домах им было запрещено. Теперь жильцам остается надеяться только на поддержку от государства. Материалы представлены на согласование МЧС Дагестана для выделения средств для переселения из резервного фонда правительства в Дагестан. Параллельно документы представлены по 6 домам в Минстрой для включения в программу переселения из оползневых территорий. Прогнозы радужные далеко не для всех владельцев домов. Многие из них не имеют документов на свою недвижимость, но и здесь им обещают помочь. В настоящее время по 5-6 домам вопросы решаются в администрации, в министерстве по чрезвычайным ситуациям. А вот по оставшимся 10 домам, вот здесь, конечно, возникают вопросы, потому что у людей нет соответствующих документов и регистрации. Но, тем не менее, позиция органов власти такова, и мы с ними полностью в этом вопросе согласны, что людей нельзя оставить без внимания, им надо помогать. Первоначальная помощь пострадавшим была оказана незамедлительно. Решением главы города с момента объявления ЧАЭС жильцам аварийных домов было предложено переселение в пункт временного размещения на базе оздоровительного центра, а также предоставлена единовременная помощь в размере 50 тысяч рублей. За решением проблемы продолжают следить Карим Даниев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Субтитры создавал DimaTorzok